В Нижневартовске завершился Кубок Мира по боксу нефтяных стран. Соревнования посвятили памяти легендарного Фармана Салманова. На несколько дней столица Самотлора стала домом и ареной для спортсменов со всего мира. Вместе с представителями традиционных боксерских держав России, Узбекистана, Армении на ринг выходили гости из экзотических Чили и Зимбабве. Всего за трофеи турнира по олимпийской системе бились 150 спортсменов, мужчины в 13, а женщины в 6 весовых категориях. В ней решающих боев, свободных мест на трибунах не было. Естественно, с учетом ковидных ограничений. Финальные поединки посетила губернатор Югры Наталья Комарова, а наш канал вел прямую трансляцию турнира. Эти 4 дня подарили много интересных событий и необычных встреч. Лица Кубка Мира по боксу в репортаже Алексея Шабанова. Эдвард Дзвимба представитель самой экзотической страны. В Зимбабве он родился и окончил школу. Уже 4 года живет и учится в России, но всегда мечтал выступить на соревнованиях за свою родину. На Кубке Мира его мечта сбылась. И совсем не важно, что он проиграл в первом же бою. Мне очень нравится такое ощущение, потому что я очень хотел всегда боксировать за свою страну. И бокс для меня от души, мне очень нравится боксировать, поэтому я с удовольствием. И здесь они приняли хорошо, поэтому спасибо вам огромное за шанс. Выходили на ринг и женщины. Бокс для неслабого, как оказывается, пола обретает всю большую популярность. Его даже включили в олимпийскую программу. Хотя отношение к женскому боксу до сих пор двоякое. Как вы относитесь к женскому боксу? Я честно, но не очень хорошо. Женщина, наверное, другим видом спора должна заниматься. В синем углу ринга вице-чемпионка России Дарья Селиндер съемала. В секции бокса 8 лет назад грациозная девушка оказалась случайно. Но быстро оценила азарт поединка на кулаках. А удары вызывали у нее не слезы, а желание поскорее взять реванш. Я хочу стать чемпионкой России, в первую очередь. Потому что у нас чемпионат России, можно сказать, даже сложнее выиграть, чем Европу. Я говорю именно про свой вес, потому что наш вес 48 килограмм. Один сильный в мире и в Европе. Потому что в 48 всегда чемпион Европы и мира из России. И поэтому чемпионат России очень сложно выиграть, и я хочу выиграть. Югорчанин Григорий Лизуненко Кубок мира нефтяных стран выигрывал трижды. Он один из самых титулованных участников турнира. Несколько лет назад Григорий повесил перчатки на гвоздь. На этот раз он работал на Кубке комментатором. Крутой турнир. Всегда приезжают классные бойцы и организация. И не знаю, но обстановка очень приятная, боевая. Здорово, что и мои друзья, и Нижневартов сможет прийти и посмотреть реально живьем крутые бои. Много легендарных личностей среди почетных гостей. Алексей Тищенко двукратный олимпийский чемпион. Он первенствовал на играх в Афинах и Пекине. Интересно, что на одной из олимпиад он отбирался на подобном Кубке в Нижневартовске. И сделать это было совсем не просто. Я в финале боксировал с парнем из Германии, который стал призером олимпийских игр. А я первое место занял. Здесь был такой турнир, где боксировали победитель олимпиады и призер олимпиады в финале. Достаточно высокого уровня, я считаю, соревнования. Нижневартовск принимал Кубок нефтяных стран в восьмой раз. Организаторы уже получили от гостей самую высокую оценку. Им удалось в жестких ковидных условиях провести настоящий спортивный праздник. Нижневартовск действительно очень серьезно подошел к проведению данного мероприятия. Учитывая то, что пять лет не проводились в городе Кубок мира, поэтому они голодные в хорошем смысле слова до мероприятия. Поэтому сделано все на высокоорганизационном уровне. Еще раз говорю, учитывая все нюансы, которые у нас есть и по кабине, и по другим моментам. Награды уже нашли своих обладателей, спортсмены и тренеры получили опыт. Впрочем, атмосферная составляющая равноценно спортивной. Участники обрели новые впечатления и знакомства, а зрители увидели интересный бокс. Теперь они с нетерпением будут ждать следующих турниров и переживать за наших боксеров у экранов телевизоров. Тем более, болеть есть за кого. Алексей Шабанов, Евгений Роскутников, Сергей Зайкин. Специально для программы «Больше чем новости» из Нижневартовска.